Всем привет, ребятки, с вами Джофф, и в этом видосе я вам расскажу, как вы сможете без проблем и без особых напрягов получить два халявных премиум танка 8 уровня от Wargaming в ближайшие пару месяцев. Да, конечно же, я хочу вам рассказать про реферальную систему 2.0. Когда-то разработчики делали реферальные системы и для этого привлекали блогеров. Блогеры набирали свои аудитории, вместе зарабатывали очки, и аудитория вместе с блогерами за это получала какие-то бонусы. Сейчас же, с выходом патча 1.4, разработчики решили идти по другому пути и дать возможность каждому быть командиром и набирать своих рекрутов. Итак, что нужно, чтобы быть командиром и набрать своих рекрутов? У вас должно быть на аккаунте более 1000 боев, и вы не должны быть заблокированы. На этом, в принципе, все. А теперь, какие есть требования к рекрутам? У рекрута должно быть или не более 200 боев, или он должен не играть последние 60 дней. При этом, он не должен быть завязан в какой-то другой реферальной программе с другим командиром, и при этом он не должен быть сам командиром, имея каких-то других рекрутов. Вот, в принципе, и все. Если вы вдруг решили стать командиром, и вы нашли двух рекрутов, а набрать внимание можно только двух человек, я советую вам очень внимательно присматриваться к тем людям, которых вы решили пригласить. Вы заходите в клиент, нажимаете кнопочку, которая в патче 1.4 появилась, и приглашаете двух людей. Копируете им ссылку, отправляете инвайт, в общем, как угодно, там, через почту, через контакт, или просто даже в чате игры. Почему я упомянул про чат игры? А потому что, по правилам варгейминга, рекрутом может стать даже игрок, у которого не более 200 боев. Поэтому, в принципе, зайдя на первый и второй уровни, вы вполне себе можете даже просто в чате игры найти в союзной команде какого-то чувака, у которого прям вот совсем мало-мало боев, и вместе с ним пройти этот долгий путь. Ну, а теперь про самое главное, про плюшки, которые вы получаете, участвуя в качестве командира или рекрута в этой реферальной программе 2.0. Командир, играя во взводе вместе со своими рекрутами, получает очень нефиговые бусты на боевой опыт и кредиты. И там, и там плюс 50%. При этом рекрут, даже играя в одиночку, получает плюс 50% боевого опыта и плюс 50% к кредитам. То есть, просто став чем-то рекрутом, вы уже получаете бусты. При этом, если вы еще играете с командиром в одном взводе, то вы уже получаете плюс 100% боевого опыта и плюс 100% кредитов. То есть, по сути, у вас есть бесплатный супер-пупер премиум аккаунт при условии, что вы играете во взводе со своим командиром. И это реально круто. Теперь же о самой реферальной программе, о этапах и о том, как рекрут может получить премиум танк 6 уровня, а командир сможет получить 2 премиум танка 8 уровня. Реферальная программа состоит из трех этапов. Этап 1, он такой бронзовый. Этап 2, он серебряный. И этап 3, он золотой. В каждом из этапов командиру и рекруту нужно набрать по 500 очков. Очки даются за ежедневные простенькие задачи. Вот они. Командиру в данной ситуации, в принципе, можно даже не напрягаться. Он может пригласить двух, скажем так, надежных людей себе в рекруты. Рекруты просто будут играть в игру, прокачиваться там со 2 по 10 уровень, зарабатывать очки. И прогресс по этим очкам командир будет видеть у себя в личной панели. При этом задачи для рекрута в соло-игре очень простые. Победа в бою 2 очка. Нанесение суммарного урона больше, чем прочность своей собственной машины 2 очка. Получение каких-то там особенных медалей 10 очков. Но, если вдруг вы не захотите бросать своего рекрута на произвол судьбы, а будете играть вместе с ним, то прогресс пойдет, в принципе, раз за этап в 3-4 быстрее. Потому что у вас уже будут особенные задачи во взводе с командиром. Суммарный урон в районе 3000. Вы получаете за это 5 единиц. Бой за боем. Провести 5 боев на технике любого уровня, находясь во взводе, это 15 очков. И, наконец-то, самое такое, наверное, непростое, но самое жирное, это взводные медали. Типа решающий вклад и братья по оружию. За них дают 20 очков. Короче говоря, командир может играть и во взводе с рекрутом, и быстрее будет идти прогресс. Или просто заниматься своими делами. Рекрут будет просто играть в игру, и прогресс тоже будет идти. Главное, чтобы рекрут не бросил играть в World of Tanks, и шел все дальше, 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 и прошел все 3 этапа. По моим прикидкам, в принципе, эти все 3 этапа можно пройти даже где-то за неделю-две. И тогда, если оба вашей рекрута при активной игре за 2 недели пройдут все 3 этапа, начинается, друзья, самое интересное. За первый этап и рекрут, и командир получают по 300 бонов, уникальную надпись там или эмблемку, и специальную нашивочку. За прохождение второго этапа серебряного, опять же, рекрута-командир получает уже по 450 бонов, уникальный там стиль, и опять же, серебряная нашивочка. Ну и после прохождения, наконец-то, финального третьего этапа, и рекрута-командир получает по 750 бонов, медальку, нашивочку, и, наконец-то, на выбор. Для рекрута это премиум танк 6-го или 7-го уровня, а для командира это солидный премиум танк 8-го уровня. Теперь о самих премах. Начнем с рекрутов. Они могут на выбор выбрать или прем танк 6-го уровня, или 7-го. Это Тигр 131-й, это Шерман Файерфлай, это Дикер Макс, это КВ-122 и Пантера М10. Ну, Тигр японский, который достаточно страдальный, мы, конечно же, сразу откидываем, как и Шерман Файерфлай. Абсолютно неинтересные машины. Пантера М10, да, это прем 7-го уровня, и, в принципе, его апали, и, в принципе, он даже вроде бы неплох, но не для всех. Однозначно нужны прямые руки, чтобы на нем играть. Поэтому рекрутом я бы советовал выбирать между двумя машинами. Во-первых, это Дикер Макс, да, специфичная Патасау, но с очень неплохой Альфой, с неплохими УВНами, в принципе, вполне комфортная. Ну и, конечно, КВ-122. Не самая имбовая машина на 7-м уровне среди премов, но вполне себе играбельная, и как халявный прем, это, наверное, вот самое то. Это то, что я бы советовал выбрать рекрутом. А вот у командиров среди восьмерок, ну, выбор, наверное, более богатый. Во-первых, это французский, достаточно бронированный тяж АМХ М4 МЛЕ-49, это Ягдтигр 8.8, это Пантера 8.8 Л-71, это американский ЛТ 8-го уровня Т-92 и британский СТ ФС 4202. Напоминаю, друзья, что вы, будучи командиром, если оба ваши рекрута дойдут до финала, вы можете выбрать сразу два премиум танка 8-го уровня. Я бы лично вам советовал, наверное, во-первых, взять ФС 4202, не особо люблю этот СТ, но на халяву это отличный вариант. Ну, а второе, это, наверное, или Пантеру 8.8, или французского тяжа МЛЕ-49. Как вы сами видите, Варгимент не предлагает на выбор прям самые крутые свои премы, это и понятно, потому что за крутые премы они хотят получить реальные баблосики, но, как я вам уже говорил, друзья, на халяву и уксус сладкий, поэтому получить бесплатно за две недели два халявных премтанка 8-го уровня от двух своих рекрутов, я считаю, это круто. Вот так вот, друзья, выглядит реферальная программа 2.0. Самое главное, на что бы я советовал вам еще раз обратить внимание, это то, что приглашать людей нужно надежно. Да, у вас будет возможность выгнать из своей реферальной программы того рекрута, которого вы пригласили, а он вдруг не стал играть. Но если какой-то прогресс у него будет, и вы захотите его удалить, вы это сможете сделать, но место у вас сгорит. Самое важное, друзья, внимательно выбирайте себе рекрутов. А так, в принципе, это действительно полная халява. Вы приглашаете рекрутов, они начинают играть, и вы можете абсолютно забить, скажем так, на этих ребят, они будут играть сами по себе, и где-то, ну, я думаю, в течение месяца они добьют вам прогресс на все три этапа, и вы выбираете себе халявные прем 8-го уровня, или если вдруг вам он не нужен по какой-то причине, вот, то вы можете вместо этого все это компенсировать кредитами. А если вы хотите как-то все это побыстрее провернуть, то вы играете во взводе вместе со своими рекрутами, у вас идет нереальный буст и к опыту, и к кредитам, и у них идет буст, вы вместе намного быстрее прокачиваетесь, и где-то за две недели рекруты получают свой прем танк 6-го или 7-го уровня, а вы свои две восьмерки. Плюс, как обещают разработчики, каждые 3-4 месяца они будут эту реферальную программу обновлять. То есть, по факту, каждые 3-4 месяца вы сможете получать себе по два халявных прем танка 8-го уровня. Опять же, нужно внимательно выбирать рекрутов, чтобы люди действительно играли. А на этом, друзья, у меня все. Пишите в комментариях, какие вы два прем танка 8-го уровня себе бы выбрали. Также в комментариях, друзья, под этим видео вы можете искать себе рекрутов, или искать себе командиров, и написать что-то вроде «Всем привет, ребята, у меня меньше 200 боев», или «Я не играл 2 месяца», ищу себе командира. В общем, ищите себе рекрутов и командира в комментариях, жмите лайк и мечтайте о достаточно неплохих премах. А на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok